почему уныние считается смертным грехом по православной католической традиции в том числе вот это действительно смертный грех то что у нас протестантов нет такого как выделенного особого греха но все-таки если разобраться это все-таки даже это совпадает с иудейской традиции ведь перед богом нельзя с унылым видом приходить надо приходить в радости из то что право да то что здесь делают они сами себя отходишь как бы определенных моментов так вот у тебя не может быть все время радостно ты не можешь под рукава то выглядеть как бы стараться ты приходишь даже и в скорби и в разных вещах но вопрос только в том заключается что насколько православная и католическая традиция на самом деле мы не можем строить на этом основании что это смертный грех это грех да да но это как бы грех до грех согласен вопрос вопрос заключается в том что такое уныние опять же нужно прийти когда мы говорим смертный грех стража все наши дорогие телезрители могут подумать это серьезный грех его надо избегать жизнь там 8 их а как там 8 до некоторых случаях избегать греха если вот избегать греха нет вот как избегать греха стиль не знаешь что это грех и да если ты не понимаешь откуда вот в этом ты вопрос потому что я миссари если мы возьмем зависть если мы возьмем многие другие тоже смертные грехи каин совершил страшный грех он убил собственного брата он убился см он при этом остался жив это раз то он не понимал во первых как как он пришел к этому греху нет понятия этого даже в юриспруденции если человек не в состоянии понять за что его наказывают его нельзя наказывать ну ладно да ну ладно если он не адекватно как не лежит психиатрическое незнание законы что человек не в состоянии по своим физическим параметрам понять за что его наказать его нельзя наказывать поэтому если человек не понимает в чем вот греховность вот опять же это ж тема нашего обсуждения хотелось бы обсудить и всех не понимает в чем греховность уныние, вот нам пастор Лезер объяснит, я надеюсь сейчас, то человек не может как бы сказать, окей, это грех или не грех, или я сейчас должен его избегать или не избегать, если избегать, то как? Есть ли какие-то там запасные пути, вариант А, вариант Б и так далее. Если это все-таки не грех, это состояние духовное, как любое другое, например, радость, это тоже духовное состояние, где нам приятнее быть. На каком-то этапе иногда приятнее быть в унынии, потому что все о тебе заботятся, все вокруг тебя бегают, что-то там суетятся, и так далее. Иногда приятнее так быть, но это уже последняя стадия, вот это говорит. Но вот это и есть вопрос в том, чтобы распознать, что это, и как этому противостоять, если ты понимаешь, что это смертный грех, имеется в виду не то, что ты умрешь от него, вот так, а то, что это наверняка, сто процентов, разорвет тебе вот этот контакт с Богом, который тебя отделит, потому что святые в старое время определили эти грехи, те, которые мешают взаимодействовать с Богом, те, которые встали, и их надо исповедовать, и от них надо отстраняться, вот в чем дело. Сестры Лазаря были в унынии. Четыре дня в гробу, уже смердиты, они никак не могли понять, что что-то сейчас может произойти, но Иисус же не сказал, давайте я его воскрешу, ну подождите, давайте я сейчас вот вам воскрешу, нет, он сказал, будешь веровать, будешь жить вечно. То есть, должен быть какой-то посыл... Он очень много знает, ты видишь? Он очень много знает. Должен быть какой-то посыл от авторитетного источника. Скажи мне, скажи мне, вот скажи мне, ты внутри себя ловил себя на этом унынии? Конечно, и неоднократно. Что это за мысли, как ты их ловил, и как ты с ними поборол их? Еще раз, мысли, как бы, опять же еще раз, я об этом не говорил в эфире, я в эфире об этом не говорил, но до эфира говорил, мысль это то, сейчас будет для многих, наверное, шок, но тем не менее. В нашей голове мысли нет, они туда приходят. Это на всех языках звучит одинаково. Ко мне пришла в голову мысль, она откуда-то приходит. Туда ее сеет либо Бог, либо дьявол. Что называется, свято место, просто не бывает. В нашей голове мысли нет, что это неплохая. Нет, ну то есть, они там не рождаются, они туда приходят. Теперь, понятно, что мысль об унынии, туда посеял точно не Бог, потому что Бог говорит, что я пришел вам дать жизнь с избытком, я пришел на вам любовь, радость и так далее. Туда посадил эту мысль не Бог. Понятное дело, что наша голова является какой-то воронкой для мыслей, куда все эти мысли скапливаются. Но там есть, кроме воронки, еще фильтр, называется он, хождение с Духом Святым. И вот этот фильтр, он является датчиком свой-чужой. То есть, если эта мысль изначально нам в Духе видна как чужая, мы должны ее убрать в послушании Иисусу Христу. Убрать, избавиться от нее. Если это мысль своя, мы пропускаем ее в сердце. И эта мысль в сердце укореняется, и дальше, как что-то укоренившееся в источнике жизни, она является частью нашей жизни. Теперь представьте себе, что вы пропустили в свое сердце мысль об унынии. То есть, вы понимаете, что это уныние, но вы ее туда пропускаете и думаете, а, то есть, во мне сильнее того, кто в мире победим. Оттуда уже вычерпать ее будете жилее. Это все равно, что оба любовь к колонии. Хорошо. А вот вопрос такой. Есть просто мысли, а есть прорастание, да, как кто-то сказал, что птицы могут летать над головой, но нельзя дать им свить гнездо, да, гнездо на своей голове. Да, это не христианское. И вот в какой, да, в какой момент, ну, по крайней мере, иллюстрация понятна. Не каноническая была. Ну, извини, да, мы тут не только канонические, да, фразы говорим. Получается так, что в какой момент это становится грехом? Когда ты опустил руки? Я думаю, что это... Я не могу сказать, я не судья, чтобы сказать, в какой момент это становится грехом. Я могу сказать такую вещь, что если я уже поймал себя на этой мысли, да, моя задача как бы согласиться с ней, то есть принять ее, или отвергнуть ее, то есть сказать нет. И вот здесь многое зависит уже от меня, потому что Бог нам дал разум. Никто же не сказал, что христианин это человек, который потерял свой разум где-то в момент покаяния. Наоборот, он его приобрел. И мало того, написано, мы имеем ум Христов. И мы точно должны понимать, что наше, а что не наше. Христос тоже гневался, он тоже уставал, он тоже хотел спать, он тоже возмущался духом. Было много разных эмоций человеческих, которые он проявлял. Но он всегда противостоял любому высказыванию, которое противоречит воле Божьей. И даже Петру, понятно, что он не самому Петру это сказал, он сказал духу, который через него говорил, да, но он сказал, отойди от меня сатана. Представьте себе, что подумали люди, окружающие его. Один из самых преданных учеников вдруг стал сатаной. То есть мы должны реально отличать мысли, которые попали к нам от Бога, какие попали к нам не от Бога, через фильтр водительства Духом Святым. Без Духа Святого невозможно определить. Тяжело определить, да, потому что написано же, что сам дьявол принимает вид ангела света. И иногда тяжело отличить. Вроде как все правильно.